Восвятая служба информации Талерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Шмат сметця, малавыгады у регионе выкарстовывается меньше, як третья догульной колькости твердых коммунальных отходов. Лист счастья за неправильную парковку, да и укараняя автоматичную систему «Паркрайт». Статистика ведая усе. Сегодня у супрацовника уголены профессийное свято. Адукация без перашкод. Областная организация Белорусского союза «Жанчин» реализует инклюзивный проект. А зараз об гэтым и иншим больше подробязна. К пытанию доскональвания системы сбору другасных материальных ресурсов оказались в центре уваги сегодняшнего посаджения Гомельского облвыконкама. Пакуль ситуация у гэтой сферы далекая от идеальной. Что перашкоджает? Больше активно пераутворать отходы у доходы, ведая Олег Синцерову. Описнуючих резервах можно мерковать усягу по одной лечбе. Зараз на Гомельске выкористовывается только коляд 27% от огонной колькости твердых коммунальных отходов. И хоть это больше, чем у середням по Беларуси, але значно меньше, чем у широкого инших краин. Ситуация тем больше несприяльна, что частка отходов находится на негицейных звалках. Неопочную чергу и по этой причине у некоторых районах так и не сдолили наблизиться до запланованных показчиков. В Гомельском районе годовые задания по сбору другасных ресурсов. Покой выканана только на 33%, Уловицким на 34%, Житковицким на 38%. И задача для усих на протягу 6 месяцев ситуация повинна змениться кардинально. А прича того регионам не перешкодзеть прислухаться и до парады, выказанной у адрес Хойницкого района, притягивать до сбору отходов у сельской местовости Жихаров, які мают у своей властности тракторы. Ясчайдинный керунок – организация по особного сбору другасных ресурсов. То есть, когда у нас стоят мусорки по разным видам отходов, ну и граждане сознательно подходят к тому, чтобы выбрасывая отходы, их разделять. Тогда у нас получается наибольший процент извлечения вот этих отходов. И мы можем задействовать их в производстве. По кольту так само есть над чем працаваць. У восьми районах в области на каждую тысячу местовых Жихаров установлены усяго четыре контейнеры для пособного сбору, отходы паперы, шкла электричного и электронного обсталявания, полимеров, автомобильных шин. Усёх это можно выкарстовыць больше эффективно. Проблема экологичная и экономичная одноджасова. Сдать на перепрасовку тысяч автомобильной покруки настолько тяжко, что часто их просто выкидываешь у тех же лесах и на палетках, як выник природа отрывливая тонны додаткового смеття. Автомобильным шинам подчас посаджения авровоконкама надали особную увагу. До 1-го листопада коммунальникам дорожено пропрасовать пытания обстворения в каждом районе в области и городе Гомеля плясовок для бесплатного приема от насильства от прасованных шин. Ещё одна тема сбор и перепрасовка металличного лому. По некоторых оценках на протягу года только из территории Гомельской в области у Россию незаконно вывозится до 20 тысяч тонн металлу. Гэта кля тысячи аутофургонов. Видовочно, что такие объемы на улице не знайсти. Откуда берется гэта металл? Пытания для правоохонных службов. Межтым, на унитарном предприемстве Гомель Друг Чармед сегодня, видимо, затекавлены у додатковой сыровине. Я ей не захоп приводить до того, что зараз БМЗ до 60% металлу вымышлено набывать у России по далёк анитарных ценах, что на промою уплывая на собекошт и конкурентостойность продукции. Шукач додатковая крыльница, у таких умовах житёвая необходность. 350 тонн арматуры на Друг Чармед привезли с Туровского моста, в який зараз находится на реконструкции. По заявках ожитивляются выезды на предприемство. Плюс в приватный сектор. Практично каждую субботу транспорт перепросовщиков накировываются у вёстки и дачные кооперативы. Оказываем услуги, даже если есть большие партии лома у населения при закупке. Организовываем работу при необходимости в выходные дни, чтобы как-то заинтересовать население. Принято к решению так само закрытие мини-полигона у сельско-местовости с организацией централизованного вывоза коммунальных отходов от местового населенияства, варенье региональных центров по перепроизводству заброженных полимерных отходов и ликвидации неофицийных звалок при одночасовой активизации профилактичной работы. Олег Сентярум, Валерий Капанько, телер, радиокомпания «Гомель». В регионе протягивается доброчинная акция «Сберум портфель першоклассников». В ее рамках оказывается допомога детям, яке знаходятся у тяжкой житевой ситуации. Не застаются пазаувага и выхованцы опекунских и приемных семьев, а так само интернатных установ. Сёння помощник президента Республики Беларусь инспектор Пагомельской в области Юрий Шулейко и намесник старшини Аблвы Конкаму Владимир Прывалов наведали семью, якая мая статус шмадзетной. Першагавера с не першоклассниками тут стануть одразу двое дятей Катярына и Александра. До речи Катярыни сёння вспомнилась 7 годов. С гэтой нагода ёй ручили яше и торт. По словах мати Алены Феодоткиной до нового навучального года у семи рыхтовалися давно. Отрыманные у рамках акции портфели со школьными приналежностями стали заключным аккордом у подрыхтовцы двёх будучих першоклассниц. Я предполагала, что сумма достаточно весомая, интересовалась, ну и постепенно зарплаты откладывала, чтобы детей собрать шоколю. Естественно, на сегодняшний день мы к школе готовы. То есть до начала занятий неделя мы готовы. Усяго у рамках областной акции плануется собрать для першоклассников свыж 2 тысяч портфеляў. У Гомеля укораняется новая система организации дорожного руху. Теперь с допомогой аппаратно-программного комплексу «Парк Райт» супрацовники держа аутоинспекции будут фиксировать порушение правилов парковки. У черговый рейд выехали и наши корреспонденты. У рейд по улицах Гомеля спецаутомобиль за аппаратно-программным комплексом «Парк Райт» выезжая что день. Поколь, правда, у закладзанной программе только некольких городских улиц, али их колькость будет постоянно повелишиваться. Прибор працуя у автоматичном режиме. И он навод уклюшается, только кали машина подъезжая до знака, які забороняя парковку. Прибор фиксує порушение на фото и видео, автоматично вызначая номер автомобиля и место его знаходжения. Для порушельников это означает отримание листа шастя и штраф. На первый раз в одну базовую величиню, полторно в две. Поколь комплекс реагует только на дорожные знаки, али в принципе его можно запрограммировать и на выявление таких порушений, как стоянка на пешеходных тротуарах и в зеленой зоне. В рабочем режиме «Парк Райт» працует кали месяца, до этого систему тестировали, а тому первые выники и ее выкористание уже можно подвести. Ежедневно аппаратный комплекс «Парк Райт» фиксирует порядка 30 нарушений правил дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств. Всего с начала года в городе Гомель зафиксировано 856 таких нарушений. Олег Сенчурова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо «Кампания Гомель». Сене свое профессийное свято отзначают работники державной статистики. Не без подстав личится, что ведомство находится у жанодших руках. У системе «Белстат» свыше 90% работников у представницы прыгожая половы человечества. Але уже в наступном годе гэты пакашчик часова изменится. Статистики рыхтуются до масштабной кампании перепису насельництва. Для гэтага додатково задейничают каля 10 тысяч переписчиков. Тему протягне Ялгения Кухаронак. Бадай самая гарачая пора для работников статистики гэта перепис насельництва. Проводится ян раз у 10 год, ближайший чакай нас у 2019. Нововядзеннем будучай кампании стане адмова от паперовых нозбитов и выкористанне планшетных компьютеров. Новые девайсы поспробовали у дейності падчас пробнага перепису, які провели у минулым годзі у Маладзешненскім районі. Зараз надиходит шарга регістраторів. Наприканце восіні с 6 по 30 листопада яны будуть проверать адповіднасть размяшчання дамоў з картографічными матеріалами. Хотел бы еще на чем заострить внимание, чем отличаться будет переписи 2019 года, тем, что впервые будут включены вопросы касаемые сельскохозяйственной деятельности населения. Например, если у человека имеется участок, неважно, дачный там, или это может быть в населенном сельском населенном пункте, либо в частном секторе в городе, то переписчик будет его опрашивать на предмет того, например, какие у него садовы, произрастают деревья, кустарники, содержит ли он в своем хозяйстве какую-то живность. Переписная кампания стартуя у Кострышнику 2019-го. По дадзінах минулога перапису населенства краина складала 9,5 мільйонаў человек. Трэчверці проживали ў городах, а больш як половы городскоха населенства ў Мінску і областных центрах. Як зменяться статистычная дадзінае, доведаемся на початку 2020 года. Менавіта до гэтага часу плануецца апрацаваць інформацію і апублікааць першая вынікі. Ролі сучасны статистыкі ў грамаскім житі і экономіцы тяжка переоціоніць. А дадзінах залежыць выпрацовка і реалізація соціально-экономічної політики державы. Професіоналізм і добросумленне ставлення статистыка ўде своє справы викликають щирою повагу. Эту роботу надо любить. Это очень кропотливая. Очень внимательна надо быть. И очень ответственным человеком быть. Потому что эти цифры, на наших цифрах строються все вышестоящие указы, приказы. Поэтому наши цифры должны быть только достоверными. З нагоды профессийного свято уголовным статистичным управлінні в область отбувся урошистый сход. Гоноровыми граматами і падяками узнагороджены лепші работнікі службы. Евгений Кухаронак, Ігор Марышченко, Телерадуя, компанія «Гомель». Гомельская областная організація Беларуского союза «Жанчин» протягуває реалізацію проєкта «Адукація без пірашкод». Йону першыню ожитявляється у нашай країні. У дельніці 25 жанчин з порушеннями слыху. Зараз яны отримують навыки цирюльній справи і макіяжу. Люді з обмежуваними макчимастями часто мають складаність у отриманні адукації після школи, а потім з працю латкованням. Менавіто тому, проєкт з'являється запотрабованням. Повний курс, уключає більш як 60 занятків. У програмі теорія, робота з моделями і практика у салонах. Выпуск запланований на конец листопада. Кожна я дельніца проєкта зможе продемонструвати свій неполторний вобраз. Це можливість щось змінити в нашій житті. В перспективі це буде можливість для неслышащих людей показати то, що ми можемо ще більше. Нам удобно, коли к нам приходить глухой чоловік. Ми його понимаємо і зробимо свою роботу. Ми узнали багато нового, інтересного і увлекательного. Особенно інтересно проходить практика. Ми давно друг друга знаємо, але зісь ми ще більше сплізились, більше подружились. Раніше ми тільки знали друг друга по іменам, але не общались. Слышащі люди роботають, а я глухой чоловік. Я не можу об'яснить, какую модельну стрижку я хочу, в какой цвет покрасить волоси. Ми хочемо помогати другим глухим людям, щоб вони приходили і уходили от нас с удовольствием. У дзельниці проєкта отримали от організаторів і партнёров набор професійних інструментів і косметики. Далей жанчіни змогуть використовувати отриманне веды як для себе особиста, так і у прадпрымальницькій дзейності, у темліку у роботі з людьми з порушеннями слыху. Выстава під назвою «Гомельський постмодернізм» открылася у палацю румянців і Хіпаскєвічаў. У экспозиції – работы двох сучасных мастаков Віталі Дзенісенкі і Александра Сушкова. Свобода творчасті, змешвання стилів, уравновування махчымості у професіонала і дылітанта бадай самая характерная рысы постмодернізму. Творы відомых гомельських мастаков Віталі Дзенісенкі і Александра Сушкова з лёгкості укладываюцца ў гэтай рамкі. Або два аутары – аматоры экспериментів з колєрам, формай і фактурай. Віталю Дзенісенку – близка абстракція, яку ён паралновуває з музикай, ствараючы так званые живопісные симфонії. У творчасті Александра Сушкова переважає фігуративний живопіс. У роботах обо двох гомельських майстрів за усе дається глеба для розважання і палету фантазії. Це просто, ми считаємо, современна естетика і современний взгляд на мир і на события, які в ньому происходять. В каждій роботі, якщо вам інтересно, ви смотрийтесь, ви найдёте свій мир, якщо вас заінтересують. Читати роботи ви должны самі. Художник пишет роботи, але їх не читається. Гэтай, а так само інші новіны, ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by. Далі у ефірі де-факто і спортивні огляда. Я з вами розвітваюся. Усіху добрага і до нових зустріч у ефірі. Далі у ефірі де-факто в студії Алексей Немківич. Здравствуйте. В Реческом районі в ДТП пострадали трёхмесячний младенец і його молодая мама. 24-х літній водитель на Фольксвагені ехал із Гомеля в направлении Калинковичей. По предварительным данным, при обгоне он не заметил грузовик «ГАЗ», який стоял в левой полосі по ходу движения і врезався в нього. Взляді дорожньо-транспортного проїжістя ехавші в качестві пассажири на задній сидінні автомобіля 23-х літня жінчина, а також её трёхмесячний ребёнок, который знаходився в детській люльці, однак рівням безпасності пристегнуті не були, с полученными травмами були доставлені в больницю. Єхавші в качестві пассажири спереди, а також водіця автомобіля обошліся без повреждений. Виновниками ещё двух ДТП, произошедших в Гомельской області, стали водители двухколёсних транспортних средств. Так, в Гомельском районе, в посёлке Большевик, мужчина-бесправник опрокинулся на мопеді во время движения. Как оказалось, водитель не справился с управлением на повороте. Его і пассажира доставили в больницу. Оба пострадавших були без мотошлемів. А в городському посёлку Октябрьскі 29-летній водитель мотоцикла во время обгона выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и опрокинулся с травмами. Мотоциклист госпитализирован. В Рогачёвском районе правоохранители раскрыли факт хищения зерна. Более трёх с половиной тонн фуражного овса вывезли из областной сельхозстанции Национальной академії наук. Предварительно установлено, что продать государственное зерно решила заведуючая одного из отделов станции. Помогали ей в этом двое сотрудников. Похищенное зерно завезли на частное подворье. Даже успели разгрузить к моменту, когда туда нагрянули правоохранители. Хозяин дома подтвердил, что купил зерно, но о его криминальном происхождении не знал. В отношении продавщицы государственного зерна возбуждено уголовное дело. Позже правоохранители установили ещё два подобных факта. Похищенное зерно вернули на станцию. Расследование продолжается. На территории региона раскрыто сразу несколько фактов выращивания конопли в домашних условиях. Житель ветки для своих агрономических нужд выделил помещение в собственной бане. Попался 43-летний мужчина на сбыте. А уже во время проверки домовладения раскрылся факт его увлечения растеневодством. В Гомеле специальное помещение для выращивания наркосодержащих растений правоохранители обнаружили в частном доме в Новобелице. Владельцем оказался 47-летний россиянин. Согласно статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконное без цели сбыта изготовления, переработка, приобретение, хранение и перевозка наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсов или аналогов наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. А незаконное уже с целью сбыта изготовления, переработка, приобретение наркотических средств наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества, либо без конфискации. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси не поднимется выше 13-го места на чемпионате мира по мини-футболу среди студентов. В четвертьфинале утешительного турнира белорусы проиграли команде «Словакии» 1-4. Завтра наши футболисты встретятся со сборной Германии. Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Казахстане. Напомню, что на мировом форуме в 2014 году белорусы выиграли бронзу. В небольшом португальском городке Монтемор-Увелью начался чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Полторы тысячи спортсменов из 80 стран разыграют 53 комплекта медалей в 30 видах программы гребли на байдарках и каноэ. В составе белорусской команды на мировой форум отправились 27 грибцов. Закипает вода сейчас не только на грибном канале в португальском местечке. В Гомеле в Якубовке проходит республиканская спартакиада среди профсоюзных спортшкол по гребле на байдарках и каноэ. Этот вид спорта в числе самых урожайных на медали для нашей страны. 14 белорусов поднимались на высшую ступень олимпийского пьедестала. Немало среди ведущих спортсменов и выпускников именно профсоюзных спортшкол. В республиканской спартакиаде принимают участие более 140 спортсменов, представляющих 12 команд. Атлеты разыграют награды на дистанциях 1500 и 200 метров. Здесь возраст у нас ребята 2004-2005 года рождения. То есть совсем начинающие грибцы. Можно сказать, дальний-дальний резерв просматривается. То, что есть на будущее, на кого-то можно обратить внимание. Отбора как такового у нас здесь нет. Сезон практически закончен. Основные детские старты уже прошли. Ну а здесь так, чтобы в тонусе держать спортсменов, чтобы у них был какой-то стимул продолжать тренировки. Еще один республиканский старт состоится в Гомеле. В пятницу и субботу в областном центре пройдут Олимпийские дни молодежи среди юношей и девушек по конному троеборью. Состязаться юные спортсмены будут на базе Центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. В пятницу, 24 августа, в 9.00 начнутся соревнования по манежной езде. В 15.00 конкур. В субботу заключительная и самая зрелищная дисциплина полевые испытания или кросс по пересеченной местности. Заезды начнутся в 10.00. В республиканских Олимпийских днях молодежи примут участие команды из Гомельской, Минской и Могилевской областей. Хозяева в числе фаворитов. Параллельно в Ратамке под Минском будет проходить юношеское первенство Беларуси по выездке. Гомельчане и на этом старте намерены бороться за награды. На юниорском первенстве Беларуси по боксу, которое проходит в Гродно, завершились состязания девушек. Гомельские спортсменки в числе победительниц. В копилке нашего региона 4 золотые награды. Свои финальные поединки выиграли Ольга Кушнаренко, Екатерина Езерская, Ирина Виноградова и Полина Хозяева. Первенство Беларуси по боксу среди юниоров завершится 25 августа. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин